Каждый год в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Это профессиональный праздник врачей, медицинских сестер, фельдшеров, лаборантов, санитарок и всех тех, кто посвятил себя благородному делу сохранения жизни и здоровья людей. 16 июня в зале городского дома культуры прошло торжественное отчествование лучших работников отрасли здравоохранения Славинского района. Сегодня в системе здравоохранения Славинского района работают более 2000 человек, в том числе 305 врачей, из них 4 кандидата медицинских наук, 2 заслуженных работника здравоохранения Кубани. 33 врача имеют высшую квалификационную категорию. В прошлом году в стационарных отделениях Славинской центральной районной больницы пролечено более 30 тысяч жителей. Выполнено свыше 8 тысяч различных операций. Поликлинической службой принято около 80 тысяч пациентов. 43 тысячи вызовов поступило и обслужено отделением скорой медицинской помощи. В честь профессионального праздника славинские работники сферы здравоохранения принимали заслуженные поздравления. На торжественной церемонии чествования за добросовестный и многолетний труд почетными грамотами Министерство здравоохранения Края, благодарственными письмами главы района и денежной премией наградили самых лучших и достойных сотрудников здравоохранения. Награждение проходило в различных номинациях. В номинации «Трудовая доблесть» победила врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения Нина Шелковникова. Она работает в отрасли здравоохранения уже более 40 лет и с гордостью говорит о том, что свою жизнь она посвятила одной из самых гуманных профессий. Поздравляю всех своих коллег, всех, с кем я работаю в акушерстве и гинекологии, ну и кроме того, всех, кто работает в нашей больнице и тех, кто уже ушел на заслуженный отдых. Ну что для меня моя работа? Это вся жизнь. Ежедневные медицинские работники стоят на страже здоровья людей, готовы всегда в любую минуту прийти на помощь нуждающимся. Одна из них – заведующая офтальмологическим отделением Зарина Ливанова. В день медицинского работника у нее было два повода для радости. Этот день совпал с ее днем рождения. Медицина для меня – это часть моей жизни, большая часть, которую я очень люблю. Я очень люблю своих пациентов. Естественно, я всегда желаю им, чтобы они выздоровели. Отрасль здравоохранения постоянно обновляется молодыми кадрами. В этот день отметили тех, кто впервые встречает профессиональный праздник. Одна из них – врач-терапевт участковой поликлиники номер один Елена Руденко. Врачом я хотела стать с самого детства. Мечтала об этой профессии. Я по кончанию школы поступила в медицинский институт. Закончила врачом-терапевтом Астраханский институт. И по долгу службы переехали в этот славный город. Хочу поздравить всех коллег с наступающим днем медицинского работника. Пожелать успехов, удачи, здоровья, благополучия во всем и успешной карьеры. Всех благ. В день медицинского работника в торжественной обстановке долгожданный подарок, ключи от двухкомнатной квартиры получила врач-педиатр участковой детской поликлиники Светлана Артюшкина. Я считаю необходимым сегодня для того, чтобы стимулировать труд врачей, докторов, медицинского персонала, буквально всех, кто здесь присутствует. Это наша обязанность, наверное, сегодня строить жилье для вас, выделять квартиры, выделять земельные участки. В общем, двигаться в этом направлении. И вот сегодня первые шаги уже сделаны в этом году. И я хотел бы вручить ключи от двухкомнатной квартиры. Аплодисменты, дорогие друзья! Аплодисменты! Я хочу сказать огромное спасибо Синеговскому Роману Ивановичу за представление мне служебного жилья, Юрию Александровичу, ну и всем тем, кто принимал в этом участие. Большое им спасибо. Это очень хороший подарок нашему профессиональному празднику. Вручая ключи, Роман Синеговский отметил, что районная власть продолжает заниматься решением жилищных вопросов медицинских работников. За пять лет предоставлено 15 квартир, 7 земельных участков. В строящемся в настоящее время новом доме предусмотрено еще 9 квартир для докторов. Традиционно в День медицинского работника одному из докторов присваивается звание «Легенда здравоохранения». В этом году это высокое звание получил кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, которого славянцы знают как талантливого хирурга, профессионала своего дела, человека большой души и сердца – Рамазан Рамазанов. Медикам люди вверяют самое дорогое – здоровье и жизнь. От них же ждут самоотдачи, оперативности и принятия единственного правильного решения. Именно такие светлые люди, врачи с большой буквы, работают в славянском здравоохранении, где по-прежнему в приоритете профессиональное мастерство и любовь к пациентам. Дина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».